Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. Участники делегации Ассоциации городов Украины в ходе визита в Ильичевск познакомились с самыми значимыми объектами города и получили неоценимый опыт, который собираются применить в своих городах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики у одного из жителей Ильичевска. Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями отметил седьмой день рождения. 50 ребят из разных городов Одесской области приняли участие в фестивале-конкурсе юных художников, который прошел в областном детском санатории «Малая долина». В честь 35-го юбилея Народный хор «Надежда» в пятницу проведет отчетный концерт, на который приглашаются все ильичевцы и гости города. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Участники делегации Ассоциации городов Украины в ходе визита в Ильичевск познакомились с самыми значимыми объектами коммунальной, социальной и спортивной сфер города. По словам гостей, они получили неоценимый опыт, который собираются применить в своих городах. Во второй день пребывания делегации Ассоциации городов Украины в нашем городе гостей познакомили с главными социальными объектами Ильичевска. Первым представители органов местного самоуправления осмотрели гордость Ильичевска – школьный стадион. Экскурсию провел директор стадиона Владимир Чумель, который рассказал о содержании и уходе за масштабным спортивным объектом. Некоторые гости не удержались и прошлись босиком по упругому натуральному газону поля. После знакомства со стадионом делегация посетила детский сад номер 8. Гостей провели по игровым площадкам, показали групповые помещения и декоративные оформления детского учреждения. В заключение общей экскурсии делегация направилась в Приморский парк. Там гостям продемонстрировали визитную карточку Ильичевска, грандиозный берегоукрепительный объект Приморскую лестницу. О ее строительстве рассказал главный архитектор города Сергей Протопопов. По словам исполнительного директора Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины Вячеслава Демченко, специалистам различных сфер жизни Ильичевска есть, что показать своим коллегам. Все участники нынешней встречи получили неоценимый опыт. Для нас город Ильичевск – это жемчужина, которой мы гордимся. И все наши города тоже знакомы были с городом и взяли все, что возможно. И эти наши гости с удовольствием принимают участие во всех проводимых нами мероприятиях, экскурсиях всех. Они познакомились с городом. Они увидели, как работает городской совет в области жилищно-коммунального хозяйства. Гости города, осмотрев Ильичевск, получили не только новые знания и впечатления, но и заряд положительных эмоций. Отметили особый подход власти и жителей к благоустройству города. «Перше, что мне вражает, что в этом месте працюет надзвичайно мощная команда профессионалов, которые очень любят свое место, потому что это видно по тому, что они створили, с какой любовью все это делается. Но, конечно, всегда есть чему-то учиться у наших друзей, в том числе Ильичевска. Мне, например, очень нравится ваша споруда, где мы сейчас перебиваем. Это весь комплекс. Это просто визитивка, я считаю, вашего места. Мне очень понравился стадион, который мы сегодня провели, детский садок. Видно так же, что там очень профессионально работают люди. И они свои объекты любят и умеют туда вкладывать свою душу. И, конечно, мы имеем такой результат». Два дня плодотворной работы стали хорошим фундаментом для дальнейшего сотрудничества представителей органов местного самоуправления городов Украины. «Основным девизом работы секции и ассоциации должно быть, что все познается в сравнении. Мы ни в коем случае не утверждаем, что у нас все лучше, чем в других городах Украины. Мы использовали эти два дня для того, чтобы обменяться опытом работы и обговорить те самые сложные проблемы, которые сегодня есть в работе каждой громады. Положительным, на мой взгляд, является то, что на протяжении двух дней это были открытые дискуссии, это были обмены мнением, это были совместные поиски того, как в той или иной ситуации лучше бы поступать. А мы действительно показали наш чудесный город по отзывам, которые мы слышали, я думаю, вполне откровенным. Люди остались очень довольны. И некоторые говорили вполне откровенно. Мы завидуем вам Ильичевску». Городские власти Ильичевска по-прежнему будут принимать активное участие в работе Ассоциации городов Украины. Взаимодействие с органами местного самоуправления разных городов нашей страны позволит Ильичевску перенимать самый передовой опыт для дальнейшего развития родного города. На минувшей неделе Центру социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями исполнилось 7 лет. В свой день рождения здесь провели День открытых дверей. В преддверии празднования Международного дня защиты детей свое семилетие отметил Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями. На сегодняшний день его посещают несколько десятков детей. «К сожалению, проблема детской инвалидности актуальна, остается на сегодняшний день во всем мире. И семьи, которые воспитывают детей и инвалидов, это семьи с особым статусом. Потому что это семьи, которым необходимо много больше затрачивать времени на своего ребенка. Это семьи, которые испытывают дефицит общения, которые закрыты от социума. И прежде всего, у них специфическое отношение к своему ребенку в связи с заболеванием ребенка. Сейчас в Уличевске, к сожалению, цифра около 180 детей-инвалидов. Эти дети нуждаются в социальной реабилитации, интеграции в обществе. Именно с этой целью работает наш центр. И, видя счастливые глаза наших родителей, видя достижения наших детей, мы знаем и с гордостью можем сказать, что этот центр городу необходим. Прежде всего, необходим родителям и этим детям. Многие семьи нашли здесь моральную и психологическую поддержку. Благодаря работе центра дети с функциональными ограничениями вышли за пределы квартир. Нашли новых друзей. Приобрели жизненно необходимые навыки. Моей доченьке семь лет. Мы входим в центр где-то около пяти лет уже. И очень благодарна центру. То, что она обучается, у нее есть навыки. Она привыкает к деткам. Она может благодаря центру самостоятельно кушать, за ручки ходить с воспитателями, заниматься на физкультуре, музыке. Кстати, она очень боялась музыки. И благодаря музыкальному преподавателю она начала воспринимать музыку на свой слух. День рождения центра – это общий праздник многих жителей города. Волонтеры и небезразличные люди подготовили для ребят много приятных сюрпризов. Нам всем очень хочется помочь таким детям. Мы, грубо говоря, неравнодушны к ним. Нам хочется дарить им улыбки, чтобы они тоже улыбались, чтобы у них все было хорошо. В дальнейшем нам хотелось бы подружиться с этими ребятами, чтобы они чувствовали себя такими же, как все. Чтобы они в скором времени пришли к нам в наш лагерь-лидер, и мы вместе будем все работать над улучшением нашего города. В рамках празднования также прошла выставка продажи изделий, сделанных руками воспитанников реабилитационного центра. В связи с тем, что в моей группе детки в основном взрослые, и у нас есть очень такая активная бабушка, Шаштана Ирина Ивановна. И вот мы все думали, ну как бы помочь им показать себя, реабилитироваться. Потому что занятие – это как-то обыденно, а им надо больше акцент делать на социализацию. И вот мы с ним решили научить деток вязать, шить, делать поделки с бисера. Деткам это очень нравится, они даже дома делают это. На 8 марта мы мамам вязали тоже там подарочки, маленькие шарфики. Они очень рады, и мамы рады, конечно. В этот праздничный день звучали самые искренние и теплые слова благодарности в адрес всем тем, кто помогает центру расти и развиваться. За 7 лет мы немножко подросли, и, конечно, мы благодарны Ильичевскому мэру, благодарны нашим спонсорам. Потому что они просто приходят и спрашивают нас, что нам приобрести. И есть такие вещи, которые не можем мы, например, приобрести, там по безналичному расчету люди нам покупают. Хочется вспомнить в этот день Юрия Ивановича Бусько, Наталью Владимировну Гудко, это благотворительный фонд «Единство». Хочется вспомнить Тамару Григорьевну, Кудурчук, Анну Юрьевну, Кульс, есть такая общественная организация, которые очень хорошо помогают нам. Я хочу еще сказать, поблагодарить людей, которые просто приходят и не называя своих имен, фамилий и ничего, и спрашивают, а что привезти, а что купить. И вот нам недавно только привезли кубики Зайцева. Это для логопеда очень, ну такое, подспорье хорошее. Это раз, а во-вторых, они очень дорого стоят. И для наших детей они очень-очень нужны. Просьба к нашему мэру, к нашим депутатам, что у нас уже списочный состав, 30 детей, на лицо ходит примерно 22-23 ребенка, а бывает 25, и в одной комнате детей находиться. Это очень сложно. Мы бы хотели, чтобы нам какое-то другое место сделали. Дали больше центра, мы бы еще больше и лучше развивались. Празднование дня рождения реабилитационного центра подарило маленьким Ильичевцам много ярких впечатлений. А лучшим подарком для сотрудников центра стали искренние детские улыбки и смех. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами с 9 часов четверга 4 июня до 16 часов пятницы 5 июня с включением на ночь отключена электроэнергия в поселке Александровка в жилых домах, учреждениях и организациях по улицам Васильковой, Звездной, Корабельной, Парусной, Свердлова, Ленина с 1 по 31 и со 2 по 38 дома. От Радной, Полевой, Радостной, Ромашковой, Лазурной, Огородной, по переулкам Верхнему, Западному, Зеленому, Северному, Садовых обществах, Дачники Антарктики, Лиман, на газораспределительной станции, автозаправке Бром, Вест-СТО и наружное освещение. Также с 9 часов четверга 4 июня до 16 часов пятницы 5 июня два раза в день по 30 минут будет отключена электроэнергия в Александровке по улицам Заводской, Карла Маркса с 20 по 82 и с 27 по 81 жилые дома. Комсомольской, Кооперативной, Кирова, Ленина с 40 по 86 и с 33 по 87 дома. Лиманской, Набережной, Новоселов, Озерной, Октябрьской, Петровского, Победы, Пионерской, Сельскохозяйственной, Советской, Судоремонтной, Спортивной, Толстого с 1 по 37, со 2 по 28 дома. Шевченко, Энгельса, Энтузиастов по переулкам Набережному, Судоремонтному, Пушкина с 23 по 35 дома, а также поселковый совет, почта, детский сад, школа, Ощадбанк, насосная Ильичевского доканала, автомотокемпинг, предприятие Черазмурпуть, Одесская группа МАС, Аграс, ТКЦС, Империя, Агромат, автозаправки Мустанг, Татьяна, Око и наружное освещение. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. 3 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики у одного из жителей Ильичевска. Подробнее в нашем следующем сюжете. В среду вечером сотрудники Ильичевской госавтоинспекции и городела милиции изъяли у одного из жителей города пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения в измельченном виде. 4 июня 2015 года сотрудники госавтоинспекции города Ильичевска несли службу на патрульном автомобиле на улице транспортной в районе 2-й проходной Ильичевского морского торгового порта. Сотрудниками был замечен подозрительный человек, в руках у которого был полиэтиленовый пакет. В данном пакете находилось приблизительно 80 грамм, как он пояснил, марихуаны. По данному поводу открыто уголовное производство, материалы зарегистрированы в Ильичевском городском отделе милиции. По данному поводу проводится дальнейшая проверка. По сведениям Ильичевской госавтоинспекции, вперед с 28 мая по 4 июня на территории Ильичевского городского совета зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В среду 3 июня в 14 часов 10 минут на перекрестке улиц Ленина и 1 мая произошло столкновение. По улице 1 мая со стороны Парковая в направлении Александрийской двигался автомобиль ДЭУ. Машина пересекла перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Тойота, который двигался по улице Ленина в направлении улицы Гайдара. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ДЭУ получила телесные повреждения и была доставлена в Ильичевскую больницу. Информация о дорожно-транспортном происшествии является первичной. Материалы находятся в следственном отделе Ильичевского городдела милиции. Проводится проверка. В среду в областном детском санатории «Малая долина» состоялся первый фестиваль-конкурс рисунков юных художников. За победу в творческом конкурсе боролись несколько десятков детей из разных уголков Одесской области. В рамках празднования Международного дня защиты детей в областном санатории «Малая долина» прошел первый фестиваль-конкурс рисунков под названием «Украина глазами детей». В нем приняли участие около 50 юных художников из разных городов Одесской области. На фестиваль прибыли участники из города Одессы, это школа-интернат номер 3 и школа-интернат номер 87, школа искусств города Видеополя, школа искусств Каролина Бугаза и юные художники, которые представлены школой телевидения города Ильичевска. Перед участниками конкурса стояла непростая задача – разрисовать бетонный забор санатория, который состоит из 50 плит. Используя яркие, насыщенные краски и собственную фантазию, ребята создали неповторимые художественные шедевры. В этом им помогали художники из Ильичевска и Одессы. «Если он даже чего-то не умеет, то он очень старается, по-любому. Достаточно показать, дать в руки кисть, краску, и тут начинается самое главное. Здесь начинается проявление творчества, проявление детской непосредственности. Вместе с искусством, с рисунком к детям приходит добро, к детям приходит уважение, культура, в конце концов. И это очень важно». Настоящим подарком для всех гостей праздника стали выступления детских творческих коллективов. Маленькие артисты удивяли всех своими умениями и талантами. Именно дети были здесь главными гостями праздника. Большую поддержку в проведении этого фестиваля оказали представители общественной городской организации «Гиднесть». «Очень приятно, что наш город, наша громада живет такой активной творческой жизнью. И, конечно, мы не могли не принять участие, тем более к нам обратилась администрация, санатория «Малая долина» с просьбой помочь и краской, дипломами, и концертом. Мы с радостью откликнулись. И сегодня дети получают массу удовольствия, массу положительных эмоций». Первый фестиваль «Конкурс рисунков Украины глазами детей» проходил в преддверии празднования Дня журналиста. Своих коллег с этой важной даты поздравил член жюри конкурса, председатель Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины Юрий Работин. «Я хочу всех коллег журналистов Украины поздравить нашим профессиональным праздником, пожелать счастья, любви, здоровья, благополучия. Ребята, так держать, вы молодцы, вы лучшие в нашей стране. И дай Бог, чтобы действительно на нас, как говорят Одесит, напали большие деньги, чтобы достойная зарплата была, чтобы мы ценили себя, главное здоровье, и чтобы в принципе свободы слова в нашей стране был. По итогам конкурса лучшей признана работа воспитанников Авидеопольской школы искусств. А все участники фестиваля были отмечены грамотами и памятными подарками. В этом году свое 35-летие отмечает народный хор «Надежда». Юбилей участники коллектива отметят праздничным отчетным концертом, который пройдет в пятницу. 2015 год очень символичен для народного хора «Надежда». В этом году коллективу исполняется 35 лет. На сегодняшний день он насчитывает более 50 участников. Это наша гордость, наша, как то кажут, и творчая надея, и наш взирец для пройдешних поколений от такого отношения дбайливого, творчего на протязи многих лет до песни, до песни, что еднает в великую творчую родину, в весь этот коллектив и все наше место. Народный хор «Надежда» – это большая и дружная семья. Ни один городской праздник не проходит без участия этого вокального ансамбля. Более того, коллектив хорошо знают и за пределами Личовска. Цей коллектив приймае участь майже на всех заходах міських. Цей коллектив приймае участь у региональных творчих конкурсах, які проходили и в цьому році в місті Одесі. Ми пишаємось, вітаємо, бажаємо довгих років творчих взлетів і гарної, потужнії, єдиної пісні. Репертуар ансамбля насчитывает около ста произведений. Самі лучші з них ірючовці змогуть услышати на отчетному концерте при уроченному празднованню юбилея коллектива. В концерте ми постаралися представити як можна саме значиме произведення із нашого репертуара. Це будуть і українські народні пісні, це будуть і пісні военних лет, це будуть і пісні духовного направління, це буде і современна українська пісня, це будуть пісні патриотічного направління, це буде і выступлення солістів, тому що в нашому хоре существує ще вокальний ансамбль, влюбленний в пісню, в который входят все солісты нашого коллектива. То есть програма буде самая разнообразная. Конечно, у нас в репертуарі до ста произведений, і вибрати найзначиме було дуже складно, але ми постаралися, щоб ви могли познакомитися з творчеством і з выступленнями наших солістів, і ансамбля, і хора, і як можна разнообразні почувствувати направління нашої діяльності. Отчетний концерт хора «Надежда», посвіщений 35-летню со дня создання коллектива, состоїться в пятницу, 5-го іюня. В «Летнім зале» культурно-делового центра Ильичовского морського торгового порта. Начало концерта в 17.30. Завершает выпуск городских новостей спортивная информация. В среду, 3-го июня, завершилось первенство Детско-юношеской футбольной лиги Украины. В последнем туре ребята из «Бастиона» были гостями воспитанников футбольного клуба «Одесса». В обеих встречах преимущество было на стороне хозяев поля. 17-летние футболисты выиграли со счетом 4-0, 15-летние – 3-1. Единственный мяч в Ильичовской команде забил Илья Данильченко. По результатам первенства в младшей подгруппе лучшими были юные футболисты футбольного клуба «Одесса». А в старшей подгруппе – ребята из команды Детско-юношеской спортивной школы города Ильичовска. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичовского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok